Приветствую вас, короче, прочитал ваш вопрос и хотел бы на него ответить. Вообще, как мне кажется, это история про двух молодых людей и про ваши страхи и зависимости, чем связаны с некоторой такой общей проблемой того, что вы в целом себе не доверяете и в целом довольно-таки сильно, как мне кажется, в глубине души себя обесцениваете. Вот, понятное дело, что я могу здесь не предупредить, но тем не менее. Вот вы говорите, например, что, значит, с одним молодым человеком у вас такие отношения, что он, по сути, для вас делает всё, он вам старается угодить, и ведь его вы избаловались, но он вас раздражает. Вследствие того, что вы его полностью, словно говоря, подчинили, ну или он выбрал вам подчиниться с ней, тоже здесь это важно, но вы вот, и вы в нём видите себя, он – это ваше отражение. Собственно, вследствие этого он вас раздражает на вопрос, потом почему-то вы готовы переложить ответственность за свою жизнь на другого человека. Правильно? Изначально вам приходилось преодолевать определённые сложности слишком сильно, вследствие чего появилась необходимость идти в зависимость. Второй молодой человек даёт вам возможность почистить себя так, как вы себя никогда не чувствуете, даёт вам возможность снять то напряжение, которое у вас всегда есть. И как именно вследствие этого расстается подобный страх, страх потерять человека, как того, что он узнает, о том, что вы говорили про него и так далее. Понимаете? То есть, по сути, в связи здесь, вот вы говорите, что вам было 15 лет, когда произошла первая встреча, и, понимаете, это ещё не просто облюблённость, да? То есть, речь не просто облюблённость в речи, это именно зависимость. А зависимость – это про определённую подрядность. А определённая подрядность – это про неумение удовлетворять её, да? Не, как бы вы ведёте себя так, как будто, как будто бы источник удовлетворения подрядности лежит во-вне, ну, внутри вас. Просто вы себя не услышите. И вот моя задача психолога – помочь вам себя услышать. Это процесс не быстрый, это процесс такой, достаточно, на мой взгляд, длительный, вот. То есть, я не знаю, сколько вы работали с специалистами, к которым обращались, но, как бы, вот, я могу сказать, что… Объединённый вариант – это вот, ну, год, год терапии, минимум, если вы хотите реальных изменений, потому что, ну, эффект от психотерапии, он накопительный, как бы. Вот, поэтому здесь не очень понятно, как вы работали, да, допустим. А вот вы, значит, пишите, общались, несколько обращались, несколько столицев, ничего не помогали, мне хочется услышать не только в сторону вопроса, но и рекомендации. Знаете, вот, подразумевая рекомендации, да, я прекрасно, прекрасно вас понимал, что, вы хотите сказать ещё, когда слышишь столько вопросов, да, как бы, теряется то-то ощущение, что, ну, ну, что вы общаетесь. Это, знаете, как психоанализм, вот, где психоаналитик только задает вопросов, вот, ну, как бы, можно почувствовать некоторое оборудование. Я думаю, что вам не то, чтобы даже рекомендаций не хватает, я думаю, что вам не хватает интервенций, вот, в вашей стороне. Вот, хотя и с другой стороны, если вы человек, сам по себе, требовательный, то, может быть, именно рекомендации. Рекомендации именно в психотерапии даются достаточно здоровы. Вот. Вы пишите путём вопросов постоянных, не могу принять это же решение. А вы не спрашивали себя, почему вы не можете принять решение, и нет ли у вас страха при принятии решения? Багни хотелось бы спросить, что вы имеете в виду, говоря, что хотелось бы слышать не только вопросы, но и рекомендации, не только и подобные вещи. В конце это прямо перенадить ответственность на нас. Вот. Дальше. Вы пишите у нас вызов, делайте практически все за меня. Меня это избаловало, эксперимент тяжело делать сейчас и настоятельно. А как получилось, что избаловало это? Как вышло, что избаловало, понимаете? То есть, как бы, ну, вот, это же не просто так сделаю избаловало, это же как-то произошло. Как? Так. Ранее мне правил брал микрокосчиты, чтобы показаться человеком при деньгах. А вот тоже вопрос, а почему ему хотелось с вами показаться человеком при деньгах? Боялся, например, что, ну, допустим, что без денег вы его не примете? Такая штука? Или что? Или что? Или, может быть, что-то, ну, что-то другое может быть? То есть, вот, вы не выдавались тоже с этим вопросом, почему так? Почему человеку нужно было показываться при деньгах? Что он при деньгах? То есть, по факту, да, быть не тем, кто он есть, ну, по факту быть не тем, кто он есть. Вот. Это важный момент, какую мысль вы транслируете мужчину. Вполне вероятно, что здесь у вас есть какой-то страх быть на равных с мужчинами. Ну, с мужчинами. Вот. Дальше, значит, ну, раздражать. Ну, как бы раздражать, потому что, повторюсь, это вот вы в нем видите себя. Он очень красивый, умный программист, имеет моральный идеальный, на мой взгляд, интересный вкус. Ну, вы его несколько идеализируете. Ранее вы постоянно все сходили-то сходили. В тот момент, кроме внешности, от меня ему получить было нечего, не было сильно умным. Ну, вы себя зацениваете за месяц, пожалуйста. И промениваете свою ценность к деньгам. Вот. А, цель от меня была 15, а на 25, это не сильно меня беспокоило. Ну, то, что вот разница в возрасте 10 лет, тоже может быть свидетельствовать, о некоторых трудностях именно ваших. Например, обоценивание своих чувств. Эм, так. Им стало немного умнее. Я думаю, вы стали намного умнее. Он снова привез в моей жизни, но я отказывал. Особо не доверяю особо. Особо не доверяю особо. Особо не доверяю. Эм, так. Общаемся неделю каждый день в ВК. Он уехал в другой город, меня особо не беспокоит. У меня есть большинное желание ехать в другой город. Ну, в зависимости, ну, можно и нужно поработать. Действительно, надо понять все, с чего вы хотите. Вот, как правило, это, эм, краевая зависимость, а именно, желание, вот, раствориться в другом человеке, это про то, что, эээ, я не знаю, какая я настоящая. Не знаю, не знаю, какая я вообще. Вот, и все. Тут мне кажется, что вы не знаете, какая вы, и вы боитесь одиночества, потому что не знаете, на что направить свои силы. Вот, в силу того, что имеете склонность, вероятно, себя обесценивать. Вот, и, как результат, вам нужен кто-то, на кого бы вы переключали внимание. Вот. Других отношений, ну, вероятно, строить на данный момент вы не умеете. Вы вроде бы говорите, что вы работаете, вроде бы вы говорите, что вы зарабатываете. Это, эээ, это, великолепно, это прекрасно, это хорошо, но, повторюсь, есть, вот, здесь свои нюансы, как мне кажется. Вот. А, дальше, у меня бывшая жена рыбинка, у меня достаточно денег, чтобы платить алименты, ничего не отказывать. Рыбинка в родном городе, он в другом видит его редко. А, теперь про панику. Нажимаем вопрос, могло бы легче было ничем, ничем как в конем, хорошим знакомым, подругам. А, что именно вы ныли? То есть, нытье, с чем связано, да, собственно. Конечно же, это не всегда были прочные связи. Он же любил, он не любил за нас общаться, практически со всеми женщинами в окружении, он даже встречался. Парик у меня вызывает то, что, я ему рассказывал что-то не очень приятное, я ему говорил, как он плохой, боюсь, что кто-то выдать им эту информацию, он не устроит что-то ужасно. Я благополагаю, здесь вы себя за что-то наказываете, потому что до откровенно ужасных вещей в вашу сторону человека доходит достаточно редко. То есть, мне кажется, здесь это пронаказание, потому что вы плохая. что делать нас особо ничего не сможет, меня боюсь, все равно. Да-да, это пронаказание. Пронаказание. Ну и вообще, а что вы можете сделать такого ужасного слова? Я думаю, вы знаете что. Оставь вас одну. Но есть, видимо, выглядит как-то плохо в его глазах. Почему? Слышите от него в ответ агрессию. Как вас это пугает? Чем? Вас только его агрессия пугает? Или вообще? Ну и все. Когда я по двадцать годы назад пронакала сильно звучит подруга, думала, что она будет институт рассказать ему что-то на фоне этого, я выпусы послал отопиться, полный абсурд, конечно. Это по сути демонстрация того, что вы не знаете, какая вы без кого-то. Без подруги, без молодого человека. Два года назад я считал ровно полгода каждый день, что он пока я спал, взял мой телефон, взял какую-то программу и мог в любой момент в прямом эфире отсказывать, что я делаю на телефон, включать камеру, прослушиваться туда. Ну, у вас были основания. Это первое. Второе, это больше похоже на навязчивые мысли. Навязчивые мысли это про некоторые потребности, опять же, которые не удовлетворяют. Но это не полный бред в данном случае. Все равно у меня был панический страх этого. От чего опять? Ну, хорошо. Он вот как бы силуэтом может делать и что он чего боится. Потом он пришел, он прошел на страх, что узнает мои слова, от люди споро знал. Я так мечтал, чтобы начать снова с ним общаться. Теперь хочу словно избегатель и вылез из-за моей этой паники. Я не знаю, что делать, как просто бояться, какое будущее делать, как прийти в себя. Я бы развивал чувствительность в первую очередь к себе. Я бы перемещал в вашей жизни какие-то различные элементы. Потому что, ну, мне кажется, вам этого не хватает. Мне кажется, что вы играете только на довольно сильные переживания. Понятно, что я могу ошибаться. Ну, вот, ну, мне кажется, мне кажется, так, мне кажется, вот, ну, в таком, примерно, вот, ключе я бы вам ответил. Мне так, по крайней мере, по крайней мере, это видится. Вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что вы не очень хорошо себя вот чувствуете. Вот, и, как бы, на фоне этого возникает вот эта вся история, которую вы описываете. Вот, что касается рекомендаций, то, ну, поймите правильно, здесь не так все просто. Рекомендации нужно делать очень осторожнее. Я думаю, что вам не хватает, не рекомендаций, а вам не хватает именно вот того, что я называю интервенцией. Да, я думаю, что вам не хватает именно этого, вам не хватает обратной связи и откиска на ваши переживания, на ваши чувства какие-то. Я думаю, что вот этого не хватает. Вот, потому что быть подругам – это здорово, но подруги, как мне, опять же, кажется, плюс-минус дают одну и ту же реакцию и плюс-минус, как бы, ну, не способны, знаете, ну, глубже заглянуть сюда. Да, они, может быть, не хотят этого делать, может быть, им тяжело это делать. Ну, не так это важно на самом деле. Да, вот. А вам этого нужно. То есть у вас все-таки ситуация, ну, более сложная, чем просто, знаете, вот, такой на бытовом уровне поныло и все. Вот. Поэтому, мне кажется, так. То есть, эм, и, да, стоит, конечно, принимать во внимание то, что у вас вот прослеживается такая вот склонность переложить ответственность и страх принять решение, страх делать выбор. А это всегда, ну, практически всегда важно про то, что, про то, что я не знаю, я не знаю, какая я. Вот. А я боюсь, там, ну, не знаю, боюсь ошибиться, боюсь сделать что-то не так. Да, боюсь, боюсь, там, последствия и так далее. Вот. И мне кажется, что вы склонны себя наказывать и бочевать. Следствие чего вам тоже может быть не совсем интересно, как бы, ну, наполнять свою жизнь изнутри. Следствие чего вам, ну, более интересно, может быть, эм, на кого-то это прикладывать, потому что вам само это не особо нужно. Вот. Такой вот, может быть, аспект. Обо всем этом, я думаю, с вами имело бы смысл пообщаться, обо всем этом, мне кажется, нужно с вами поговорить. Вот. Вот. В формате вопрос-ответ, тема страхов, к сожалению, не разбирается. Вот. Потому что все индивидуально есть. Вопрос еще в том, что доверять, доверять ли вы специалистам, с которыми работали, ребят, то есть, ну, было ли над вами доверие, вот, как хорошо ваше общение устояло, устаканивался, вот, насколько хороший был контакт над вами. Это все очень важный момент. Вот. Терапия без хорошего контакта, ну, практически невозможно. Я надеюсь, что помог вам, надеюсь на обратную связь по своему ответу. Это было бы начало вашей работы над собой. Желаю вам всего самого доброго. И. болт.